Воздушный лайнер берет курс на Азербайджан. И вот мы уже в Бакинском международном аэропорту имени Гейдара Алиева. Аэропорт – один из красивейших, современных и неповторимых в архитектурном решении и дизайне аэропортов мира, который радушно встречает многочисленных гостей со всего света. Встречает и очаровывает с первых минут пребывания. Красота, удобство, оригинальный дизайн и комфорт. Баку – столица Азербайджана. Город, о котором писали и которым восторгались поэты, писатели, художники. Здесь гармонично переплетаются и создают великолепие, прошлое и настоящее, восток и запад, лед и пламень. Центр Гейдара Алиева. Культурный центр, построенный на проспекте Гейдара Алиева в столице Азербайджана, в городе Баку, представляет собой комплексное сооружение, которое включает в себя конгресс-центр, музей, выставочные залы, административные офисы. Носит имя общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. Считается одним из символов современного Баку. В 2014 году здание центра было признано лучшим зданием в мире. Мы словно попадаем в восточную сказку, где встретились и переплелись прошлое и современность, где каждый камень может о многом повидать. А вот и девичья башня. Неприступная красавица гордо возвышается над морем. Ожившие персонажи богатого народного фольклора – герои сказок и преданий. Они пришли, чтобы развеселить народ, поднять настроение. Трудолюбиво азербайджанский народ умеет хорошо трудиться и хорошо отдыхать. Танцы, музыка, игра на народных инструментах – неотъемлемая часть многогранной культуры народа. Великолепные пейзажи крутых высоких гор и острых скал. Тайны и загадки надписей и рисунков Габустана. Азербайджанцы в прямом и переносном смысле рождаются и умирают на коврах. А создают это чудо золотые руки азербайджанских женщин. Разноцветные нити, шерстяные и шелковые ловко переплетаются в их чувствительных пальцах, создавая причудливые узоры. Искусство азербайджанского ковра вошло в список нематериального наследия мира, а его образцы хранятся в музеях Лондона, Парижа, Дрездена, Вашингтона и других городов. Нефтяные башни. Бакинский пейзаж – черное золото. Так называют нефть. Вечер опускается над городом. Зажигаются огни. И вот в этом величии предстают здания, архитектура, где органично сосуществует восток и запад, история и современность. А мудрый старый Каспий омывает берега древней земли, бережно храня тайны и загадки этого края. Административные здания и жилые кварталы, парки и сады, бульвары и рестораны, улицы и проспекты покрываются вечерним покрывалом. Озаренными яркими бакинскими огнями волшебная ночь опустилась на древние и современные годы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Габала. Эта местность расположена в ущелье гор в предгорьях Большого Кавказа. Горы и зеленые плата, сотни водоемов, красота и умиротворенность, богатейшая флора и фауна, густые леса и шумные водопады. В объятиях гор со снежными вершинами расположились жилые кварталы и с высоты птичьего полета, как игрушечные домики, стоят ухоженные деревни с интересными названиями Ницч, Бум, Ван Дам, Куснет. Габалу называют маленькой Швейцарией Кавказа, а свежий воздух горнолыжных курортов привлекает сюда многочисленных туристов с разных концов света. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Шеки — один из величественных городов Востока, столица Шекинского ханства. С древности здесь сохранились многочисленные памятники. Это памятник XVIII века, дворец Шекинских ханов, неповторимый по красоте, приводивший в восторг путешественников и известных писателей и поэтов. Историки писали о крепости так. Изумляют своей красотой комнаты из цветных стекол и карнизы с причудливой живописью. Другой интересный памятник архитектуры — караван-сарай в стоянке купцов Великого Шелкового пути. В XVIII-XIX веках здесь действовало пять крупных караван-сараев. Караван-сарай — памятник архитектуры XII века. Находится в центральной части города, имеет прямоугольную форму с большим двором внутри. В центре находился бассейн. Общая площадь караван-сарая — 6000 квадратных метров. Со стороны центра улицы здание имеет высоту 14 метров, а со стороны двора — 8 метров. Здесь было более 300 комнат. Арка основного въезда во двор богато декорирована. Зодчий прекрасно использовал здесь крутой рельеф участка с перепадом в несколько метров. В наши дни караван-сарай используется как гостиничный комплекс для туристов и гостей города. На его территории действует ресторан национальной кухни. Как известно, на территории Азербайджана немало христианских святынь. Христианская церковь в селе Киш, датируемая XII веком. Эта прекрасная достопримечательность была основана апостолом Елисеем, что еще раз показывает апостольское начало древнейшей на Кавказе самостоятельной албанской церкви. Это шикинская халва. Ее секреты бережно передавались из поколения в поколение. Нежная, сладкая и ароматная она тает во рту, как снежинки на ладонях. Такую халву вам уже не получится попробовать нигде. Даже здесь это тончайшее кулинарное искусство подвластно не каждому кулинару. Шикинский ароматный плов с юзюмом и курагой, с мясом и с курицей. Всего насчитывается более ста разновидностей плова. Знаменитое горячее лакомство горшочках – это пити. Секрет приготовления передавался также от поколения к поколению, а горшочки изготавливались местными мастерами и долго хранят тепло огня и аромат блюда. Здесь в Шики всегда были развиты гончарное дело, кузнечное дело, ювелирное, кожевенное, искусство и ковро- и шелкоткачество, искусство келагаи женского головного убора. Гянджа Второй по площади и третий по населению город Азербайджана расположен у подножия Малого Кавказского хребта на реке Гянджа-Чайк, основан приблизительно в VI веке нашей эры. Гянджа – настоящая культурная сокровищница. Малого Кавказского хребта на реке Гянджа-Чайк, Малого Кавказского хребта на реке Гнадий Азербайджана Азербайджана Тaux Перед нами мавзолей классика азербайджанской поэзии Низами Гянджави, который свою жизнь прожил в Гяндже. Мавзолей представляет собой величественный монумент цилиндрической формы из красного гранита, его высота 20 метров. Здесь же возведен бронзовый памятник самому поэту, который окружен героями своих произведений. Сокровищница Таин, Хосров Иширин, Лейли Меджнун, Сем красавиц, Искандер Намэ. Величественные стены Джума-мечети, куда приходят горожане. Мечеть находится в центре города и была построена в 1606 году по проекту архитектора Шейх Бахаддина. Позже были присоединены два минарета. Мечеть построена из красного камня и является уникальным архитектурным сооружением. Фонтаны, скверы, парки и сады, спортивные комплексы, дворцы культуры и отдыха делают облик генджи неповторимым, уютным и гостеприимным. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Голубая мечеть — комплекс имама. Здесь покоронен сам имам Заде, сын имама Мухаммеда Аль-Бакир Заде, потомка святого Али, зятя пророка Мухаммеда и первого шиитского имама. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Нахичеван Нахичеван расположена на правом берегу реки Нахичеван-Чай, является местом древнейших поселений людей. Здесь предками азербайджанцев была создана древняя и богатая культура. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Мавзолей Юсифа Кюсеероглу Это архитектурный памятник, расположенный на улице шейха Мухаммеда Хиабани. В народе усыпальницу также называют Мавзолей Атабаба или Атабаба Гюмбези. Построенный 8 веков назад, памятник был восстановлен в середине 20 века. Памятник состоит из подземной и надземной частей. Подземная часть Мавзолея имеет форму восьмигранника. Толщина стен 80 сантиметров. Они выстроены из жженного кирпича. Восьмиугольный остов Мавзолея снаружи имеет форму призмы, а внутри сводчатый потолок перекрыт свирическим куполом. Куфическая надпись, высеченная над дверью, гласит «Это усыпальница Хаджи, именитого Раиса, начальника, благочестия, веры, красоты ислама, главы шейхов Юсифа сына Кюсеера». Надпись «Левея» от входного проема сделал Аджами сын Абубекта Нахчевани. Надпись на фрите Мавзолея состоит из аятов Корана. Подземная часть Мавзолея состоит из склепа, надземная из башни. Перед нами Мавзолей Гусейна Джавида. Архитектурно-мемориальный комплекс, возведенный на могиле азербайджанского поэта и драматурга Гусейна Джавида. Мавзолей был возведен по инициативе Гейдара Алиева. Построен в архитектурном стиле Нахчеван Марага. Состоит из двух частей. Во внутренней части установлен бюст Гусейна Джавида. Мавзолей Гусейна Джавида Древний край наших дедов и прадедов. Шуша – бывшая столица Карабахского ханства. Она славится не только чудесными природными пейзажами. Это культурная столица Азербайджана с богатейшим литературным и музыкальным наследием. Следы древней истории Шуши сохранились в многочисленных памятниках. Один из самых впечатляющих из них – Шушинская крепость, построенная в XVIII веке Панахом Алиханом, основателем Карабахского ханства, столицей которого была Шуша. КОНЕЦ Международный музыкальный фестиваль «Джидыр-Дюзю» – «Хары бюль-бюль в Шуше», собравший лучших исполнителей со всей страны. Своё название фестиваль получил в честь редчайшего цветка, растущего здесь и ставшего символом Шуши и Карабаха. Мы знаем, что скоро Шуша станет одним из красивейших городов Кавказа. Карабах, где удивительным образом соседствуют памятники истории, уникальная культура и потрясающие горные пейзажи, будет одним из популярнейших туристических мест Азербайджана. Развитие громадного туристического потенциала региона стало стратегическим приоритетом после его освобождения, и 5 января 2021 года президент Ильхам Алиев объявил Шушу культурной столицей страны. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok